Всем привет! Бандиты и Вольные Сталкеры. И сегодня у нас необычный выпуск. Обычно как я выживаю, выживаю, комментирую, рассказываю что-то по ходу своего выживания. Но сегодня у нас, как я уже говорил, немножко необычный выпуск. Я вам покажу, как мы со Сталкером ходили на проводник. Но, понятное дело, разговоры, переговоры и все остальное я вам показывать не буду. Я просто прокомментирую, как это было, как и что. Ну и, понятное дело, некоторые моменты я вырезал, чтобы не такое же длинное видео получилось. Те моменты, когда мы просто ждали, лечились, как-то так. Ну что же, мы на проводнике, мы идем по квесту, ушел, искать и потерялся. И у Сталкера Блейда, и у меня, у Флюги Генхаймена этот квест взят. Поэтому мы заряжаемся позитивным близнецом, это первый близнец, и двинули. Проходим мы, в принципе, уже где-то второй или третий раз, пытаемся этот квест пройти вот с этим Сталкером. Ну и, по факту, мы тут новички. Я был в последний раз на этом проводнике, но, если вот как бы не соврать, это на Старом Персе, и то меня там опытные Сталкеры водили. На новом Персонаже я не был, что ни на тестовом сервере, когда там еще был СРД сервер, что ни на ИКБ, у меня там были другие интересы. А вот сейчас я как бы прохожу квесты и вот хочу пройти. Сейчас вот, как видите, была небольшая склейка, да, то есть мы стояли, лечились, ждали. Это второй позитивный близнец, сейчас копим, найдем место, где он у нас тут. Он же пропадает, надо камушками закидывать и искать место, где он позитивно нас энергией напитает. Вот, вот, появился, нашли мы это место. Вот видите, буква У такая, да, и вот когда будет 15, если 20-ка выше, он уже будет убивать. А вот 15 где-то, самое то. 15 копим и бежим дальше. Это второй позитивный близнец, вот, оп-оп-оп, накопили и побежали. Я сразу аптечку юзаю, чтобы пока бежать, она будет нас немножко лечить. Вот, тут такое место, главное его перепрыгнуть. Ямка есть. Опа, перепрыгнули, все, а то застрять можно. Так, ну что, бежим, бежим, бежим. Должны добежать. А я не помню, как мы ходили, но адреналином мы прям там хапнули нормально. В общем, кайфово поиграли так. Вот, мы добежали до третьего позитивного близнеца. И тут будем ставить отдыхать, интоксикация. Видите, у меня интоксикация 5 от инъекторов. Я инъекторы вот эти одноразовые с собой таскаю. Очень помогает. Вот видите, у меня в слоте под номером 0 инъектор полный. Но лучше, конечно, не полный брать, лучше половинки брать. Полный дает 4 интоксикации. Видите, у меня сейчас 5. Это еще одна интоксикация от аптечки. А когда берешь маленький, который зеленый, он на половинку. Вот он, в принципе, самый топчик. Но это мы будем уже в следующий раз брать. Ну что, мы готовимся дальше двигаться. Заряжаемся позитивным близнецом. Там уже опасно, там впереди уже ведуны. Ведуны тут зрячие и какие-то такие местные. Ой, опять в этой елке запутался. Эту елку оббегайте с другой стороны. А так лучше, конечно, вдоль бежать, вдоль скалы. Сейчас я заюзаю немножко. Опа! Это как раз вот этот. Видите, здоровье моментально установилось. Не как аптечка. Сталкер влетел. Немножко не добежал, видите? Чуть-чуть. Он упал в позитивном близнеце, но чуть-чуть не добежал. Тут опасно вот именно в этом месте находиться, где вот мы сейчас сидим. Потому что ведуны тебя видят и вот там они за поворотом будут. Вот когда ты стоишь около скалы, вот сейчас, куда я подтягиваюсь, тут ведуны тебя как бы не трогают. И если они подойдут, они будут там стоять, в краешку. Шаг в сторону, если сделать, там негативный близнец тебе грохнет. А если подойти в сторону позитивного близнеца, тебя ведуны увидят, если там они есть, конечно, если их никто до тебя не убил. И могут, вот видите, сталкер пытается встать, а ведуны тебя могут грохнуть. Но сейчас получится, в принципе, неплохо. Я их буду понемножку отстреливать. Сталкер будет вставать, агрить на себя. Вот видите, у меня близнец негативный зацепил. Вот тут уже надо колоть психу. Пока до этого места не добежал, психу можно не колоть. Но если вы по квесту идете, если вы не фармите. Если вы фармите, то вдвоем встраиваем идите, чтобы прикрывать друг друга. Ну и лишнее. Чтобы траты лишних не было, правильно? А психомоторка это лишние траты. Вот я пытаюсь ведунов нащупать. Сталкер лежит, ему там виднее. Есть они, нет. Вот, 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 видите, стоит. Вот он. И вот они там стоят. Если я чуть вылезу ближе к сталкеру, они на меня прыгнут. Если я чуть ближе к ним вылезу, там негативный близнец меня грохнет. Я пытаюсь его сейчас поднять, не знаю, получится, нет. Но я-то знаю, что в принципе получится. Сам он выйти не может. Потому что он только встает и его убьет. Но когда я ему аптечку даю, то есть аптечка как бы лечит, и тогда он встает. И сможет выбраться. Сам не выберешься. Потому что его там уже энергии позитивного близнеца накрыло. Пацаны, не балуйся. И он там сидит и не вылазит. Вот, видите, он. Не поднимется он. Во-во-во-во. А я чуть-чуть, если выйду, на меня ведун и витя агрится. Но понемножку, понемножку, я думаю, мы сейчас их и закошмарим. Пойдем дело, мы в это время обсуждаем, общаемся. Я вот стою, боюсь рисковать. Вроде и сталкера поднять надо. И надо ведуна грохнуть. И умирать и не охота. Правильно? У нас, конечно, психов колото, но все же. Вот мы сейчас обсуждаем, как поступить дальше. Нападать или не нападать, одному опасно. Потому что можно всех сагрить, они сюда тут залетят. И потом, блин, фиг встанешь. Но если ты, в принципе, ранил хотя бы по чуть-чуть их, этих ведунов, они со временем умрут. И тогда, в принципе, если ты на психе, ты встанешь. Главное ранить. У меня тут еще интоксикация бьет. Конечно, я там нехило зарядился. С печеными головами пошли. Печеные головы, кстати, да, нормально помогают. Здоровья прибавляют. Но я пока есть мало. Еще, конечно, сюда, если прямо идете по квесту, если прямо хотите его пройти, то лучше, конечно, с собой еще взять энергетики. Да, это растрата, но вы же по квесту идете. Квест один раз прошел, и все, пройти-то интересно. Вот если идти сюда фармить, то, конечно, лишние растраты не нужны. То есть, как минимум, энергетик нафиг. Психа, не знаю, если ты идешь там в одного, то да, психа все-таки нужна. А если вдвоем-втроем, то, я думаю, психа не нужна. Костры. Тут есть одно место, где можно костер засетить. Вот где мы сейчас стоим. Вот тут есть, вроде кажется, да, там все кривое, но там есть такое хорошее место, где можно раззвести костер. В общем, вот я решил с ведунов, короче, грохотить немножко. Близнец ведуна, да, вот. Видите, тут и зрячие ведуны есть, а есть такие вот близнец ведуна. Типа тут какие-то они такие, знаете, попроще. Они немножко на слепых похожи, то есть по мощи своих. То есть зрячки, они же сильнее, чем обычные. Близнец ведуны слепые, например, или обычные. Вот, а вот эти как раз близнец ведуна, они такие, послабее. Их можно, в принципе, грохнуть. Но тут бывают и зрячки. Вот в предыдущую ходку мы ходили, я как раз антиграф гамма достал. А вот в эту ходку ничего. Вроде всех обыскали, но по возможности ничего не добыли. Вон, видите, вон они стоят. Но я, если чуть-чуть раз неправильно подошел, меня бьет позитивный близнец. Тут нужно подходить прям близко, близко, близко к горе. Позитивный близнец чуть в стороне. Вот прям вплотную прижимаясь к горе, и тогда надо проходить. И тогда близнец тебя не будет трогать. Пытаюсь выглядывать. Когда еще выглядываешь, то есть ведуны на тебя, в принципе, не обращают внимания. Потому что они думают, что ты как бы там стоишь. Вот одного ведуна я снял, а второго только подранил чуть-чуть. Но я на психе, поэтому не страшно. Как видите. Ждем. Он ранен, идет кровью истекает, он сейчас умрет. Там их всего где-то около 8 ведунов. Примерно. Я точно не помню, потому что сам не часто сюда хожу. Второй или третий раз идем. Видите, ведун умер. Где-то около примерно 8 ведунов. Плюс-минус, да. Точно не знаю. Может быть 9. Вот можно, в принципе, посчитать, сколько мы ведунов убили. Одного там убили, двоих здесь убили. Сейчас я встану и продолжу истребление, как говорится. На полку сразу хожу. Вот видите, близнец ведуна какие-то. Особые такие. Местные ведунчики. Понятное дело, надо их обыскать. Но как так? Так, пришли сюда и ведунов не обыскать. Ну, тут обычные медальоны ведуна. Не слепые, никакие, а просто медальоны. Здесь ничего не ношу. Калю психу на всякий пожарный. Перезаряжаемся. В целом, тут вот такое неплохое место. Можно кастерок развести и тут ведунчиков фармить. По одному, по двое. А если, допустим, у вас 2-3 человека, то выманивайте их оттуда. И все, понемножку. Гансо дайте, правильно? Ну и чтобы конкурентов не было. Но это SPB сервер у нас тут. Не особо. Попа, вот он, громкость, да? Это какой? Четвертый вроде, да, если не ошибаюсь? Там еще один валяется. Попа, а что ты отошел? А, урон, кажется, был от ведуна, да? А, вон он, появился ведун. Еще один нарисовался. А вон еще один выбегает. Но этого... Там даже двоих было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро вроде уже, да? Если я не ошибаюсь. Может быть, кто-то получше посчитает. В общем, их тут дофига. Там еще будут дальше. Ну вот я на психе. Тут главное веду на ранних. То есть он рано или поздно кровью стекет. Они тут не особо мощные. То есть такие послабее. Это там не на том же самом караване. Там зрячки, если бегают. Они мощные, блин. Фиг, блин. Убьешь. А эти так. Нормально. Я вот со 103-м их нормально так разваливаю. А сталкер все встает. Но скоро у него психа кончится. Я буду пытаться вот так поднять. Вот. Тут я уже каплю словил. Но у меня есть брусниковка. Поэтому с этим я не парюсь вообще. Она как раз для таких случаев. Но лучше костер еще брать. Там брусниковка все-таки. Ты уколол и пять минут на что ждать. Две капли подряд ты не снимешь. Только одну, по факту. Видите, баночка появилась, где радиация мигает. Баночка. Четыре. Вот это как раз брусниковка и есть. Ну что там, есть еще ведуна? Нет, я не знаю. Вон, вон, видите еще. А, да. Два ведуна там. Вот я пытаюсь их грохнуть сейчас. Опа. Негативный. Меня ранил. Все. У сталкера кончилось, насколько я понимаю. Психомоторка в этот момент. Да. И он лежит, ждет уже, чтобы... Вы видите, негативный у меня добыт. То есть тут нужно подходить прямо вплотную к скале. Чем ближе к скале, тем лучше. Давай, давай, сталкер, ну же. Я за нее переживаю, как за себя. Так, вот одного убил, второго ранил. Вот еще один появился. То есть получается где-то в восемь их. Это восьмой, кажется. Если я не ошибаюсь. В общем, мы опять лежим. Да, тут, конечно, заварушка была такая. Без псих тут не пройти. Жестковато. Я не знаю, вот сколько мы уже ходим с этим сталкером. Раза три ходили, да. Вот сколько не приходим, в разное время. Ну, в основном вечером. Такой, в принципе, в час пик, когда сталкеры все выживают. Тут никого нет. То есть у нас, наверное, на СПБ и не фармят ведунов. Нафиг они никому не нужны. Наверное. Проводник, наверное, тоже не фармит. Но по факту провод сейчас не актуален. Он не нужен ни для чего. Ну да, там есть один квест, но это не актуально совершенно. На куртку М65 там нужно два или три проводника, кажется, если не ошибаюсь. Но она игра не стоит свечи совершенно. Поэтому как-то так. Вот еще ведун один ходит, но мы лежим. Он вроде раненый, да? Да, вот у него кровь копает. Сейчас мы все-таки встанем. Но то, что место атмосферное, это да, прикольно. Мы где-то примерно час тут возились. Да, час, час двадцать. От начала до конца. Я сейчас пытаюсь ствол поменять и грохнуть его. О, у меня здоровье прям чуть осталось. Тут я немножко сократил запись до тридцати минут. То есть такие самые моменты вырезал, где мы ждали, стояли. А так где-то за час, час десять мы прошли. Но прошли не полностью. Но чуть дальше я расскажу. Пока лутаем ведуна, в котором, насколько я знаю, ничего не будет. А, нет, медалью. Два медалью на ведуна. Теперь я, насколько я понимаю, буду пытаться сталкера поднять, да? Подлечимся сами. Опа, я вколол, но капли не снялась, да? Да, капли не снялась, потому что... Или снялась. Потому что предыдущий еще укол не кончился. А теперь я пытаюсь сталкера поднять. Ведунов-то там нет уже. Все, мы всех закошмарили. Когда ведуны там были, мне было опасно к нему подходить. Потому что на этом уровне они уже меня видят из-за стены. И атакуют. Соответственно, сначала нужно было ведунов убить. Давай, выбегай, ну же. Оп-оп-оп-оп. И у него с первого раза получилось. А когда он сам на психе вставал, ему немножко не хватало. Ну вот. После этого мы тут костерок разведем. И все будет комфортно. Снимем каплю, подлечимся. А это мы, наверное, уже, да. Это мы уже готовимся идти дальше. Вот у меня интоксикация 4, кажется. Нет? Да, вот сейчас набираем и двинем походу дальше. Или нет? Что это я делаю? Что я стою в каменьке? Да, что я его активирую постоянно. Они же время тренинга пропадают. Бывает вообще пропадают. То есть его нужно. О, да. У меня кончились эти инъекторы. Такие одноразовые. И я вот начал использовать супераптечку. Супераптечка тоже классная. Но, во-первых, она дорогая. Ну да, она не выпадает. Это было мое НЗ. Я с ней бегал уже очень давно. Ну и тут я истратил. Вот, смотрите. Сталкер впереди. Он раньше меня убежал. А у меня была интоксикация. Я ждал, когда она кончится. Видите, сейчас я использую супераптечку. И чуть-чуть мне прямо на последних секундах. Раз, супераптечка тоже моментально восстанавливает. Тут вот еще ведуные. Близнецы, да. Тут сколько их? Двое. Я уже на супераптечках бегаю. То есть есть те, которые тут бегают. А есть те, которые там еще бегают. Двое или трое тут ведунов было. Ну вот этих близнецов. Близнецов, ведунов. С них, я так понял, ничего не выпадает. Только созрячек. Хотя, может быть, нам просто не повезло, ничего не выпало. Не знаю. Я тут был-то всего два-три раза. Ну и вот мы копим выносливость. Ждем, когда интоксикация кончится. И двигаем дальше. Я сразу снимаю еще одного близнеца. Они убиваются быстро. На всякий случай. Ну и тут более-менее спокойно. Вот мы добежали. Тут два положительных близнеца. И он ведуны на нас атакует. Ну мы их тут сразу быстренько и снимаем. Ох-ох. Тихо-тихо-тихо. Одного убили. А один где-то вот тут. Вот все. Так, я снял ведунов всех. Ну, сталкер влетел. Или в позитивном долго стоял, или негативно его зацепил. В общем, я так и не понял. Или его ведун убил. Малый. Все можно. Чуть-чуть добить и обыскать не нажал. Было бы вообще зачетно. Сейчас мы его подымем. Но у нее не получилось. Да, тут, короче, такая ситуация, что он прям глубоко зашел. И я его очень долго вытаскивал аптекой. Но в итоге, смотрите, что получилось. Там еще позитивный бьет, да. То есть он опять упал в близнеце. Соответственно, он встает и его позитивный фигачит. Фото на память. Ну, как без этого? А то никто не поверит, что мы здесь были. Я постоянно фото на память делаю. Сейчас мы там что-то обсуждаем. Я уже не помню. Наверное, как дальше поступить. И вот я его пытаюсь вытянуть отсюда. Самый главный сталкер, когда вы идете вдвоем, там, втроем, не бросайте никогда, типа, вот, один раз не получилось вытянуть, а пофигу не получится. Пробуйте до последнего. Потому что, ну, потратите вы там одну аптечку целую. Вот у меня большие аптечки, там, 20 юзов. Хуже от этого не будет. Но есть шанс, что сталкер все-таки встанет и выйдет оттуда. После 10-го, после 20-го раза. Все-таки намного проще попробовать поднять его, чем он будет сначала бежать, и уже, когда, к примеру, здесь вот все сталкеры, а он умер и отлетел на респе, он уже один не дойдет. Пробуйте до самого последнего. Потому что один раз он так встал, один раз он по-другому встал. Вдруг немножко шажочек в сторону сделал, и в следующий раз ему уже проще будет выбраться. И он в итоге вылезет оттуда. Поэтому не оставляйте никогда попыток поднять товарища. Пробуйте до последнего. Если есть возможность пробовать, пробуйте. Если вас ничто не гонит, не торопит, если там более-менее безопасно, пробуйте его поднять. И рано или поздно у вас получится. Тут все же построено на удаче. На удаче и на рандоме. Поэтому я всегда пробую до последнего. Ну, а здесь у нас вариантов, в принципе, не было. Один я бы тут долго не продержался. Поэтому мне нужно было товарища поднимать в любом случае. Вот мы и пробовали. Ну, и как видите, тут никого, кроме нас, не было сталкеров. Конкуренции никакого. Потом, правда, встретили одного сталкера, но за столько времени всего лишь один сталкер. Наверное, сюда и ходит, там, от нечего делать. Немножко ведунчиков по фаре. Может быть, также кто-то по квесту ходит. Вот я до сих пор пробую поднять его. Но тут, в принципе, понятно, что я его подыму. Я его не брошу, он рано или поздно встанет. Тут главное упасть комфортно. То есть пытаться шажочек сделать, шажочек. То есть он лежит прямо на границе. И вот падает немножко некорректно. И когда он упадет в другую сторону, то у него есть шанс выбраться. Потому что персонаж падает по-разному. Он может на спину упасть. Может туда, может туда. Все это рандом. Поэтому пробовать нужно всегда до последнего. Ну, а так как мы аптечек с собой дофига набрали, они там на 20 юзов. Так что пробовать можно достаточно. О, смотрите, видите? В этот раз он или встал как-то удачно, или, может быть, в этот раз чуть-чуть аномалия затихла. Ну, мало ли что. Вариантов много. В итоге он вылез. Ну, отлично. Сейчас мы разведем костер. Будем греться. А я пока его буду прикрывать. У него же там интоксикации немерено. Поэтому сюда обязательно костры нужно. Сколько бы у вас брусниковки не было, брусниковка это, знаете, один раз уколотится. Там максимум два раза. Но когда у тебя там дофига капель, костер нужно обязательно. Развел тут тоже хорошее место. И грейся. О, пожалуйста, костерок готов. В принципе, как я понял, около каждого позитивного близнеца, который красный горит, есть более-менее свободное место, где можно постоять, отдохнуть, потом зарядиться и бежать дальше. То есть там не бьет ни позитивный, ни негативный. И, в принципе, есть место, где развести костер. Вот сейчас мы уже начинаем искать труп сталкера, который ушел и потерялся. Вот видите, у меня в верхнем правом углу миникарта. Там как раз отображено четыре разных места, где они могут быть. Вот, видите, труп. Видели? Видели? Сейчас показалось там труп. Я вот заметил его только, когда в записи смотрел. Когда мы там были, я не заметил его. Он показался на долю секунды. То есть можно курсором юзать, юзать, юзать и найти, где он лежит. У него четыре места. Он рандомно меняется. То есть он не на одном месте лежит. Вот эти четыре места, когда вы придете, он может быть в любом месте. И вот так, если поюзать, я просто не обратил внимания, что он там лежит, то можно найти и понимать, куда уж бежать. То есть примерно понять. Так, ну что, сталкер лечится, да. А я продолжаю контролить, чтобы не появились новые ведуны. Чтобы, если что, их прикрыть. Убить, а сталкера прикрыть. Ну и пытаюсь найти место, где этот труп, но... Я уже нашел это место, но пропустил. Вон, видите, ведун появился. Ну, я пока сижу, не выделаюсь особо. Он-то далеко стоит. Вот решил его грохнуть. Раз. Готов. Да, они умирают прям быстренько. Это такие, не особо мощные. Соответственно, не успевают переметнуться. А вот тут успел. Но, в целом, мы справились. Я еще решил головой перекусить, здоровься, немножко поднять. Ну все. А вот мы, в принципе, готовы. Ищем позитивный близнец. Набираем заряд позитива, как говорится, да. И пытаемся двинуться дальше уже. Найти этот труп. Чтобы все было хорошо. Вот, я как раз нашел там, где он набирается. 15. И двинул вперед. Но, не знаю, что я пошел совсем не туда. Я решил вдоль скалы пробежаться. И в итоге... Меня зацепил негативный близнец. Надо было сразу туда бежать. Внутрь. Ну, а тут без вариантов. Я тут уже не поднимусь. То есть, до конца этой ходки я буду лежать, смотреть по сторонам. Так что вы уже понимаете, что я именно этот квест не пройду. А сталкер будет пробовать дальше. Ну, да. Он тут тоже будет пробовать меня поднять, но я ему говорю, типа, не надо. Я прям в самом центре. Ты сам, в общем... Только умрешь. Иди. Мне это не к спеху. Вот я, видите, пытаюсь стать. Меня негативно бьет. Но я прям реально в самом центре там валяюсь. В итоге мы решили не рисковать. Тем более, почти прошли. И приняли решение так. Пусть хотя бы один сталкер пройдет, посмотрит. А я полежу со стороны и посмотрю. Вот, видите, там что-то появилось. Не знаю, это или труп дедуна, или как раз труп этого сталкера. Потому что, когда мы стояли там, я его нашел труп мышкой курсора. Немножко в другом месте. Но сталкер в итоге его найдет чуть-чуть в другом месте. А он же перемещается. Может быть, пришло время перемещаться, и он переместился. Я пытаюсь, правда, стать. У меня психа еще работает. Но смысла в этом никакого нет. Я так и буду падать. В итоге я оттуда не выйду. Сталкер, он сейчас тоже вроде курсором щупает, щупает, пытается найти этот труп. И вроде как раз он его сейчас и нашел. Вот там, где большая-большая-большая елка вот стоит впереди. Вот он где-то там лежит. Все. В общем, он рванул. У него здоровье тоже прям чуть-чуть кончается, но он успевает, успевает кольнуться, кажется. Да, во, видите. Он еще в телепорт попал, его телепорт откинул. Но он успел. Там прям чуть-чуть его михота... Во, вот он колется. Выздоровел. И бежит уже к трупу, которого он понял, где он лежит уже. Он его нащупал. И бежит туда. Вот под тем длинным, высоким деревом. И вот в этот момент, когда меня как раз убили, он как раз и взял. Взял записку, там записка должна была. И бежит обратно. То есть по этому квесту нужно добежать живым. Выйти отсюда. В общем, выйти отсюда живым. И не потерять записку. То есть если ты умер, записка потеряется, понятно. У него почти получилось. Вот там его ведуны атакуют, он убегает. Вот видите, один, второй ведун появился. Там в телепорт он попал. И его, видите, как откинуло хорошо. Он убегает. Но в итоге у него не получилось дойти, он на полдороги. Его там или сталкер, кажется, убил, или он в аномалию попал. Вроде какой-то сталкер шел. И в итоге он потерял записку. Но в этом проблемы, в принципе, нет. Мы потом пришли, записку забрали. Не здесь, то есть не сюда. Там немножко по-другому. Если вы почитаете в СОВике, описание квестов, там нужно идти по той же дороге, по которой мы вначале шли, но там дорога раздваивается, когда мы поворачиваем сюда, уже в центр проводника. Надо идти чуть дальше. И там будет две точки. Доходишь до одной точки, потом до второй. Ты как бы находишь записку, все обновляется. И все. Ты квест прошел. После этого уже записка не теряется. Даже если ты умер, записка больше не потеряется. Вот примерно как-то так вот прохождение квеста. Я буду пробовать в дальнейшем проходить его сам. Не знаю, получится или нет. Посмотрим. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в зоне.